Есть батонная линия, ту, которую мы смотрим, да, и это собственно фармовой хлеб. Принцип точно такой же. Тесто опрокидывается в вороночку, вот подъемник опрокидывается в вороночку. С той стороны подъезжают готовые формы. И вот эта вот штука, такая многообразная, да, здесь выпадает определенный кусочек теста в каждую свою форму. И оно дальше едет, себе катается по линии. И таким образом, если здесь детство бесформено, то шкаф полной расстойки. То здесь в форме? Форма подъезжает, приезжает в этот аппарат и поднимает на второй этаж. Здесь шкаф расстойки на втором этаже. Принцип точно такой же, как и батоны, только здесь сложнее, потому что здесь все в форме. Понятно. Но все, все процессы одинаковые. Просто здесь конструкция тяжелее из-за самих форм. Им нужно каким-то образом ездить. То есть, поэтому здесь, смотри, не кажется, свет без теста, на самом деле оно просто катается. Катается по своему периметру и расслабляется. А все остальные машины напрягаются. То крышка, на эту крышку сняли. Ну да, да. И оно просто ездит. Это тостовый хлеб. Это тостовый формовой. Кирпичик. Тостовый формовой кирпичик. Тостовый балтийский, тостовый бестеговый. Много очень, да. Это и маркетопки я вам показывала. Но я еще покажу, сколько хлебов. Это все их власно-выпечка называется. Нет, власно-выпечка. Это у нас отдельно. Есть пекар. А, кухнический хлебзавод. Я извиняюсь. Да, точно. Все. Да, да, да. Но я покупаю вот именно вот эти батончики вкусные. Такие, что есть в бумаге горчичные. Я думала, там горчичные зерна, но их не было. Витя, здесь у нас шкаф расстойки теста. Но мы туда заглянем. Не, не, не надо. Допустим, оно видно. Нет, не переживайте. Мы для экскурсии для всех открываем. Всем интересно. Ой. Ой, как здесь жарко. Можно зайти посмотреть, сколько здесь люлечек. То есть, какое количество люлечек у нас приезжает. То есть, таким образом, зигзагообразно, я это говорю. Находится здесь 40 минут. Тесто у нас отверстие. Влага. Тут такая влажность. Да, тут должна быть определенная температура. И влажность для каждого вида хлеба, она своя. Вот технология. 40 минут. Да, да. И вот это вот таким образом 40 минут. Охи долго, конечно. На все тесто. Теплый. Видите, остановилась, пошло дальше. Как на кло... Боже мой, ребята. Оказывается, не так это все просто. А сейчас просто мы закроем дверь, и то, что потерялась влажность температура, наберется обратно. Поэтому можно не пугаться. Здесь непосредственно уже формовой плед, да, то, с тобой, уезжает в печь. А потом еще ждет одно у нас действие. Которое мы еще не получили. Это уже после люлечки. После шкафа растойки тесто. Ну, люлечка. Оно у нас поднялось, увеличилось. И таким образом оно выходит к нам. Это машина, которая сейчас к нам приедет. Называется нарезчик. А-а-а-а. Опускается на живую воду, чтобы, когда проезжалось па, тесто не наливало тесто. Вода, видите? А то проезжает по заготовкам, поставляет отрезок. А я думала, это лезвий, комок. А теперь можно я у вас покрашу? Да. А ты типа на ты, это надо на хлебе делать. Ну, я думаю, что для красоты сорт такой. И быстрее, наверное, вкусно. Грустящая корочка? Нет. Не знаю. А зачем? На ботонах делаются надрезы для того, чтобы, во-первых, ну, не лопу, а, соответственно, когда начнет выпячиваться, корка может лопаться. Если вот поторный хлеб, по технологии, да, сделав надрезы, он тонкий. Если это обычный хлеб, там, допустим, да, там менее, наверное, каких-то веществ. Ну, технология, да, да, да. По технологиям. Ага. И второй вопрос в том, что, я деткам, знаете, как объясняю, вам ротик закроет, вы дышать не сможете. А-а-а. Открой вам ротик, и вы начнете прям раздуваться. Точно так же и хлеб. Ему открыли ротик, он набрался низкородом. А-а-а-а. И при попадании в горячие температуры, и за счет того, у нас будет работать пал, он еще немножко начнет выпячиваться из своих разрезов. Я поняла. Слушай, Настенька, а раньше то делали вот так надрезы? Есть разные виды хлеба. А, все. Это другой батон. Все, я поняла. То это он были только что с детками, как вы диагоналили. Этот нож разрезал? Он просто здесь меняется угол, меняется наклон, и он точно так же делает надрезы, и такие, и такие, и какие хотите. Это как сайка? Нет. Не сайка? Боже, я так мало знаю. Вот, вот действительно, видите, вот уже он прямо тут раскрылся. Тут тепленько, горячее тут. Хорошо. Покрасили. Здесь у нас вообще находится градусник. Видите, сюда приносит аккуратно, прям к окошку не прикладывайте, но вот. Это градусник, который считывает температуру печи. Так же там внутри находится огромный вентилятор, который разъединяет до 300 фонов пара. С конвекцией получается. То есть, по-моему, чтобы не перескакала корочка, да, тут сладко. Мы можем, конечно же, подоглядывать. У нас есть такие вот смотровые окошки. И вот разрезы, которые мы видели, да, они выпечились, да, они выпячиваются. Да, 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 да. Это что, сигнал какой-то? Это сигнал, что талиния допустилась. Так вот, видите, поехали работать. Да, 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 да. И там, контроль печей, да, это от печи тонкого фармавого хлеба, температура. Видите температуру? Двести. Смоток, вентилятор, распыляющий влагу. Это вот там, вот там. Это вот это, да? Это в уголочке там, вот видите, в уголочке. Да, 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 да. Вначале в уголочке. Мы только что заглянули там, где было двести семь градусов, да. То есть на входе у нас, соответственно, температура меньше. Для того, чтобы сразу не начало гореть тесто. А вот это что? Это количество фара. А, все, все. Да. И дальше будет температура увеличиваться. И на выходе на спар. Потом пятьсот грамм. То есть вносится определенное, да, по технологиям название. И уже аппарат перестраивает температуру в печи. То есть подходит рабочий. Он это все быстро чик-чик-чик-чик. У него есть чудо-палец. А, все, я поняла. То, что вы говорили, да, все. Супер. Так, это уже мы дальше отошли. Да, то есть здесь у нас уже корочка. Да, и уже он сравнялся. Уже такой... У нас уже становилось больше, да. То есть берется корочка, но надо аккуратно быть, чтобы не пригорело. Да, 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 да. Это тоже человек тут ходит за этим... Это один человек постоянно ходит, контролирует. Это, кстати, вот то, что говорили, Сайка. Только это Сайка, мы уже новый смартфон. Ой, я люблю это. Я с кунжутом. Я с кунжутом покупала. Есть кунжут. Есть дизун. Есть мак. А, вот кунжут. Я на выставке раз попробовала, мне очень нравится, вкусно. Это можно, кстати, попробовать. Это вчера был гречневый новый хлеб, как бы кровный. И мы его зажарили на сухари, ну, вкус. Для того, чтобы, как кровный вариант, мы его еще не отправляем на магазин, пока дойдяло не заведем. Пожарили для того, чтобы у нас здесь то, что жарится сухари, и дальнейшие сухари, это отправляться в больнице как помощь. Я поняла. Ну, да, да, все правильно. Вкусно. Точно так же он жарится. Сухари заезжают, как и тостовые, сюда, и как батоны сюда заезжают. Печи точно так же жарят. Тоже машина режет? Да, машина режет, наверное, на нарезчике мы ее потом посмотрим. Ой, готовые! Минамки, готовые мальчики. И вот здесь температура начинает понемножечку падать, потому что корочка уже есть. Главное, не перегореть. Вроде бы скорость большая успевает, да? 25 минут примерно. Вот от начала до конца. 25, да? Да. А вот, кстати, диагональны. Вот они красавчики. То есть там поехал, что дни, Андрей, а это вот диагональны. Вот они красавчики, смотрите, вот такая. А сверху бегает гусеница. Если присмотритесь, она распыляет водичку. Да, 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 да. Вот, вот вижу, вижу. И мы не мажем ни маслом, ни яйцами, ничем абсолютно. Точно, я хотела задать вопрос, почему это... Так вода в конце или там? В конце, вот она распыляет, и все. Ну так оно же... Влезти корочка. Оно же и выходит там же, такое красивое. Ой, смотрите, вот. Бабушки и дедушки раньше тоже как-то делали. Я спрашивала. У нас были пенсионеры на экскурсии. Они расходуют. Я забыла спросить, вы можете чем-нибудь? Нет, не можете. Видите, гусеница работает, поливается. Это называется распыление дисперсионное. То есть, как мегалятор, походу. Вот расщепляет воду на мелкие частички. И как вот парообразная, как душевая такая. А вот мы смотрим иногда и подошвь, ну как, низ батона, рисунок вот такой. Видите, бывает ровно. А если он немножечко под углом, то, естественно, рисунок будет под углом. Какая красота. Смотрите. Ни одного человека тут нету. Ничего не тормозит. Вот идет клепка. Там же там есть люди, девочки. Да. Они, по которым, там вот конус. Там уезжают на уплажнение клепка. Там прокладно. Видите, вот клепушек идет. И она берет ручками и складывает, складывает. А там где? Те, которые на кухню, бывают праздник на клепку. Это же, естественно, не секрет. Естественно, сколько увеличилось, что сливаешь между собой, почерпнуть, как топки. Естественно, здесь оно выходит и будет не товарный. Нет, мы режем, так же, на кухон. И точно отправляем. И покупают, у нас приезжает сел. Или панировочное делаем. Не делаем. Не делаем. Мы строить вот супа. Это же хорошее. Это хорошее супа. Это обычный супа, но не жареный. А, суп. Высушенный, нарезанный, высушенный пивок. У нас в основном покупает сел. Я поняла. Боже, какие хлебочки классные. Таким образом, мы не берем старый хлеб, не смешиваем с ковым хлебом. Нет такого, да? Нет, у нас нет такого понятия. У нас то, что есть, это вы видели, замес свежего. Тесто туда невозможно накидать старого супа. Да, 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 да. Оно остановит машина. И машина не будет работать, я думаю. У нас даже машина, если не соответствует вода норме, она не запущается. А, все, я поняла. То, что необходимо для этой машины, это мука и вода должны соответствовать норме. То есть у нас вода городская, но она у нас проходит такую систему очистки. Там целый кабинет выделен, потому что входит в траву. Пока вода не будет соответствовать норме для этой машины европейской, но она не запущается. Настя, короче, прошли те времена, когда Петя механики или Вася подкрутил и все шарашит. Такого нет, да? У нас есть инженер механики, которые работают на контроле линий. Замена вот этих люлечек, да, то есть сейчас идет у нас плановая замена деревьев, потому что... Износились, испачкались. Да, они ткани натуральны, поэтому имеют свои нормальные природные процессы. Поэтому их менять. Для того, чтобы поменять буквально несколько люлек, надо остановить на 3 часа линии. Соответственно, это делается не в один заход, а делается постепенно, потому что линию остановить, как бы хлеб не будет до города. Лишность остановилась. Сейчас пойдет следующая партия. Таким образом, у нас выходит так, что если мы берем безперебойную работу одного только хлеба, один батон, если бы мы делали постоянно, то машина, заявленная, то есть производимость этой машины до 3000 штук в час. В час? Поскольку она работает сейчас как бы постоянно, но мы меняем хлеб, да, то есть мы делаем паузы, мы можем говорить о том, что у нас вагон выходит до 3000 штук в час. Смотрю, что машины, думаю, как они успевают, заезжают, заезжают. Я зашла, думаю, так тут нужно 3 часа ждать, пока мы... Оно все быстро, ребята. То есть здесь есть определенный вид хлеба, который привлекается ночью, это саян. И ночью работает, круглосуточно работает, да, Зайка? То есть поэтому... Вот они, красавцы, едут. То, что мы видели, надрезы, то, что мы видели, заехали. И вот таким образом, как вы видите, процесс очень быстрый. А здесь и тесто другое, да, что я так понимаю? Тесто, в принципе, на этот батон... Одинатый, да? Есть, возможно, какое-то отличие, там, в добавках сахара не посолит, менее... Я поняла. ...мени, там, допустим, какой-то сборный. И, могу рассказать, секрет нашей Сайки. Как она Сайка получилась. Знаете как? Нет. А форму сейчас мы будем смотреть, пойдемте на форму. До свидания, хлебушек, как красиво. По сути, у нас заезжает, да, форма, и там есть место, где прыжка одевает. Ага. Матичка. Машина у нас иногда дает спой, из-за того, что где-то волны перебивают друг друга, крышкой в том отделе просто не накрылась. И получается, один из видов хлебов настолько, да, увеличился в объеме, и пошел в печь, и взялся такими бугорочками. Мы такие, ммм... Это модель новая. Почему бы нам не сделать такой интересный клея Сайку? Такое было. Вот я знаю... Сайку у нас такого нет. Не-не, очень давно, я знаю, еще в детстве, вот такие вот с трех кусочков был такой хлеб. А у нас такого не было. Просто у нас, когда закладывается тостовый хлеб, обязательно. Для тостового хлеба, перед тем, как его заложить, нужно тесто разделить на три части. Ага. Тогда мякуш будет користый и такой, как нужно. Для этого его делят на три части, соответственно, три кусочка падает в заготовку. Если крышкой не накрыли, тесто вышло из-за крышки, вышло вот такими... Да, горбик. Горбиками. Вот у нас мы такие, ммм... Добавили кунжито. Ух ты, и тоже. Не, очень вкусно, да, да. Поэтому сделали вот такой вид хлеба, как Сайка. Ну и в дальнейшем уже захотел кто-то сказать, а что бы изюма не добавить, а что бы с маком не сделать. А скажи, Настенька, а вообще вот когда я беру, то у меня Сайка, такое впечатление, что у меня там три кусочка лежит тесто. Я так от пламываю, оно один. Потому что на самом деле ложится три кусочка. Три, да? А, все, тогда все. Это делится на три части. Все, я поняла. У нас формы, которые вот выезжают здесь, они выезжают с крышками, поэтому здесь будет контент. Они так же у нас катаются. Да, я смотрю, много катаются. Да, много, да, да. Он развлекается здесь, то есть. Это мы здесь работаем. Да, да, да. А он катается. Он заезжает сюда, как вы видите, везде есть свои сенсоры. И вот эти лобниты примагничивают крышку, снимают и переносят на ту линию. Ух ты. И она дальше, крышка отдельно выезжает. Ага, ага. Форма, которую она выезжает, переходит в свое хранилище для кофе. Ага. Формы не моются ни в коем случае. Это покрытие не подразумевает попадание влаги, потому что это как сковородка, если думать, что они без билла. Про культуру, споржевание, толстого липа. На каждой упаковке мы сейчас пишем примерный рецепт того, что вы можете сделать у себя. Документ вы кажете, я бы с салом положила, ярчичкой бы вы постыла. Таким образом вы сделали свой рецепт. А мы предлагаем людям миксуйте. Миксуйте. Фантазируйте. Фантазируйте. То есть это ваша фантазия. Правильно, все это я говорю. А теперь идем в один из последних наших футболков. Вот здесь пахнет, знаете, вот как на млыне, когда присутствуешь, вот такой запах. А там хлебушком пахнет. Идут он батоны. Ой, здесь уже попрохладнее. Что называется хлеб этот? Высший трон. Это не кирпич? Это форма у хлеб высшего сорта. Ну, не кирпич или кирпич? Это форма у хлеба. Это форма у хлеба, да? Это нежнее, наверное, структура, чем кирпичика, да? Нет. Ну, там есть первая мука. А, все. Красивый, скажите, такой. Это мука, и там первая порта у хлеба. И вот девушка. Итак, здесь у нас происходит загрузка хлеба. Он проезжает в аппарат. Как называется? Сотовый. Сотовый. Сотовый ферк на нарезку. Вот он как режет. Ничего, чья сидит. А вон, смотрите, разрезают. Перекрестные ножи делают нарезание. Очень безопасно для детей. Не надо детям дома ножки. Нет, это очень хорошо. И чисто на столике, и для мужчин хорошо. Да, да, да. Плотно-плотно, да? Вот здесь хлебушки как сжатые. Да, поэтому не загружают, а дальше аппарат уже и пододвигает. Все, я поняла. Сюда руками ничего не залазит. Ну, конечно, а то, что не дай бог же. И он же ж мягенький-мягенький. Мягенький. И отправляет дальше. А здесь уже автоматическое становление к мистерам. Да, сейчас, секунду, мне это интересно. Полуавтомат, потому что здесь стоят две прекрасные девушки. Полуавтомат, потому что девочки. Ну, две девушки стоят. Это автоматическая аэроэнеренция и полуавтоматическая аэроэнеренция. А, то есть оно само надувает. А я думаю, как это люди там долго с ней. Оно все делает автоматически, да, ребята. Тоже, что здесь, конечно же, все убирается, потому что здесь прошло бывает сколько-то стоит. Понятно. И сюда приезжаем. И вот здесь, это пора, ставить пакетик. Девочки распределяют ровненько пакетики. Видите как? И вот здесь вот. Крипсом. Женится хлеб. Одевают кольцо. Вот, да, да. Все. И укладывают в пакетчики. То, что я говорила. Миксуйте как хотите. Предлагаем мы нами рецепт. Это новое. Такого не было, по-моему, недавно. Новый пакет или нет? Вот этого я не видела. Ну, в принципе, ну да. Средной, новый, новый. Это, ну, сколько там, пару месяцев. Ну, да, да, да. Хлебтосковый. То, что здесь указано, да. То есть хлебочек свежий. Внимательно необходимо смотреть на даты. Сегодня у нас 27-ое, да. Здесь стоит 28-ое. Соответственно, смотрим, что срок при давности 48 годы. Он больше, чем 48 годы. То есть, соответственно, этот хлеб, в принципе, можете жить и за один день. Но мы рекомендуем при определенных температурах. Но мы не гарантируем, что люди соблюдают дома правила хранения хлеба. Конечно, да, да. Важность не так. Потом говорят, что это не так. Да. То есть, соответственно, есть хлеб, который, знаете, сейчас, да, и клик составится. Ставый хлеб, голливудокальный, конечно. Но по новому закону, все они знают, сейчас все производители будут приходить на конечный. А скажи, пожалуйста, вот этот вот пакет, в нем можно хранить хлеб или нужно его вытаскивать? Нет. Это то, что предназначено для пищевого цвета. То есть, может все время? Ну, можно хранить. Да. Но единственное, что, если вы ложите хлеб в тепло, на солнце, соответственно, идут обычные процессы конденсаты и начинают... Забраживание хлеба, он начинает просто, да, портиться. Все, я поняла. И так далее. То есть, если вы откроете хлеб, а поставите без упаковки, даже вот здесь, вот сверху подсохнет. Все, я поняла. Мифы про то, что мы подбываем газы для того, чтобы больше и дольше... Газы? Я посмотрю, нету газа, я понюхаю. Нету газа никакого. Конечно. Ну, я людей не буду показывать, но... Видите, у девочек там на стене, вот, смотрите, висят. Вот, например, сейчас горчичный, там хлеб белый, хлеб дарницкий. Они снимают, ставят и сюда все идет. А скажи, а вот такой тостовый, это тостовый только режется. А его можно целиком купить или нет? Нету, да? Тостовый подразумевает нарезать. Дома никто так не нарезать. Ну, вот я смотрю, тоже, видишь, кусочки. Как положено. Это потому что крышка была, и, соответственно, было три части хлеба, да, то есть, соответственно, вот где-то крышка полозьями передали. А получилось четыре части, как будто бы, да? Получилось от крышки четыре, но вообще делается три кусочка. Все, я поняла. А сколько он выстаивается после печки? Она же не горячая, я смотрю, она берет. Нет, это так же, как и потом уезжает туда, то уезжает в ту сторону на охлаждение. Все, я поняла. Сайка печется, допустим, сайка выходит два часа ночи. То есть, соответственно, она отправляется на упаковку, да, в определенный момент она упаковывается и утром уже отправляется на магазин. То есть, мы можем констатировать, что она печется ночью. Точно так же, как и доставы, в основном сейчас выходит от утра, он нарезается по культу и сейчас непосредственно отправляется в магазин. А я люблю горячее. Когда прихожу, я... Горячую упаковочку не застываю. Знаешь, мне очень нравится, я честно вот скажу, как потребитель, я стараюсь покупать в бумажном мешке. И вот даже иногда прихожу, а нет в бумажном. Они говорят, вот, возьмите кулерчик. А я говорю, мне нравится в бумажном, потому что я дома храню в этом бумажном. А скажите, это просто... Это у нас бумажный пакет. Это, я знаю, что у вас есть, потому что я вас и покупаю. Это просто дороже или почему вот этот хлеб не сделать бумажным? Потому что люди, которые, допустим, любят дома хранить небо с собой взять бумажный, они все любят пакеты. Подожди, Настенька, а сейчас идет вопрос, что полиэтилен, вот это все нужно убрать. Конечно же, будем отходить от этого. Будем, да? Убрать варианты эко-пакетов каких-нибудь, да, то есть, которые являются биологически разлагаемыми. То, что сейчас это, в принципе, делают даже мусорные... Да, я видела уже магазины. Да, 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 да. Зелененькие такие. Да, есть зелененькие, они биоразлагаемые. То есть, соответственно, я думаю, что к этому моменту наше правительство нам же поможет, да, то есть, производители подскажут, где мы сможем приобрести экологически чистую... Ну, знаешь, Настенька, ты, конечно, молодец, ты, как и я, правительство только скажет, что надо как делать, а как вы будете решать сами, понимаете, ваши... Вы же понимаете... У нас никто не помогает предпринимателям, потому что это... Вы же понимаете, что спрос порождает... Конечно. А скажи еще один вопрос. Я так понимаю, это частный хлебзавод у нас. Это сейчас, да? Частный, да. Все, да. И свои владельцы. Все, я так и думала, что это частный, потому что это было... Все, все, я поняла. Потому что до этого это считалась фирма Бальфрот. Ну, это Кременчурский хлебзавод, который был в Речпорту. Это проставил 10 лет. И тут, да, да. 10 лет он стоял безжизненно. Безжизненно, да? Безжизненно его подсчет хотели. Все, я поняла. И здесь уже вот мальчики. Есть хлеб в духовках. Да, 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 да. Такие, то есть у каждого есть товарно-транспортные накладные. А, это уже грузят туда на те машинки. Которые вот туда, да, готовят, видите, то есть бесперебойный процесс. Да, да, стоят машинки. Это ваши машины или нет? Нет, это наемные с каждого магазина. То есть мы отвечаем за качество хлеба до рампы. Дальше рампы. Все, я поняла. Нет, ну, я имею в виду, это ваша фирма развозит или нет? Нет, это не обязательно. У нас приезжает очень много с Полтавской области сами по себе. Все, предприниматели. Да, хотят там себе в село хлеб, пожалуйста. Спасибо, Настенька, очень приятно. И мне так повезло, что я без детей. Смотрите, сейчас мы с вами давайте тогда сделаем такую хитрость. Какую? Мальчики, а вы не скажете, где у вас на бумажный пакетик нам взять? А? Знаете, там бумажный пакетик. Не важно какой. У пацанов нет учеба, но они в шапочках. Это хорошо. Все в перчатках работают, никого без перчаток нет. Пойдемте с линии свеженькие. Ой, нас еще угостят сейчас тут хлебом. Вот он, тот, который мы с вами заглядывали, как сороки. Ага. Нет, мне на дурочку. Ага, сейчас, секундочку. Я жду. Выбирайте. Хватайте. Ой, как он пахнет. Давай, дорогой, туда. Да, залази. Так. Поэтому и с него. А это зачем-то? Бывает, что тормози перчатками вот это хребет? Нет, у нас здесь вот перед хлебом, видом хлеба, у нас идет ванночки с водичкой, чтобы на конце тоже был пар. И потом просто снимают, убирают. А, все. Просто вот эти емкости снимают, потому что чтобы они не упали с водичкой. Все, боже мой. Это вам. Спасибо большое. Ой, какое горячее. Я не могу прямо держать в руках. Конечно. Вот, смотрите, Кухниевский клип-завод. Нам дали то, что мы видели. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы заходили туда, а выходим сюда. А, вот я не спросила, скажи, пожалуйста, а вот это вот по половинке, это... Тот же хлеб, тот же батон. А, это девочки сами делят или как? Они там делят, там они перегородку выставляют. Да, и оно само делят. И оно там делят на батонах. А, все, все. Она вот перегородочка, и им просто по половинке уже вымешали. То есть 250 граммов вот здесь, да? Все, спасибо, то этого не узнала. А вот семейные батоны тоже. Это просто-напросто та же машина, просто больше теста. Это большущие, которые для семьи. Большой, да, семейный батон. Вот и вот. Килограмм. Килограмм, все. Пойдемте. Вот видите, ребята грузятся, и вот пошло-пошло, прямо так подъезжают, подъезжают и подъезжают. Экскурсия. Вот видите, бигборды их не кром. Сейчас акции даже на тостовый хлеб. Ребята, я такая довольная, что записалась на эту экскурсию, вы не представляете. Я даже не имела представления, что так именно готовится хлеб. И сейчас я вот выезжаю. Я заезжала с окружной, получается. А сейчас я заезжаю, вот еду мимо по большой кахновке и выйду прямо на кругу возле танка, где идет у нас поворот на московскую и на молодежный. То есть обратно я еду через город. Прекрасное заведение, вернее не заведение, а предприятие. Еще с директорами поговорила. Так что вообще просто красота. Я думаю, что вам экскурсия понравилась. Все, мои хорошие, до свидания, до новых встреч. Едем внимательно за рулем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!